Всем доброе утро! Сегодня у нас 23 февраля. Раннее утро. Я только что положила Дашеньку, покормила, уложила спать. Какой там рассвет красивый. Началась новая эпоха. Я путешествую на заднем сидении автомобиля. Наша красавица вот в автолюльке. Но мы взяли с собой люльку обычную для того, чтобы гулять. Мы сейчас едем в городской сад, в парк. Вот она на переднем сидении лежит. Потому что здесь как-то... Сегодня у нас обещают до 19 градусов тепла. Но, тем не менее, мы с собой все равно комбинезон взяли для Даши. Вот. В машине она вот в костюмчике едет. Теперь уже мы гуляем каждый день с Дашенькой. И решили, раз сегодня у нас 23 февраля, выходной. Я у Леши спросила, если он не против, но он только за. В общем, поедем в парке погуляем. Тут до парка, в принципе, на машине чуть-чуть совсем ехать. Потому что возле дома мы еще нагуляемся. Каждый день гулять теперь будем. Вот. И в комментариях мне писали, не сильно ли я одела Дашеньку. Когда на прогулке была, видео снимала. Да, хорошо все. Вот. Леша тоже волнуется. Вот. Что же я хотела сказать? А, мне в комментариях писали, что Дашеньку не сильно ли я одела. Нужно смотреть по погоде и одевать как себя. Ребятушки, дело в том, что я поняла, почему вы так переживаете. Потому что комбинезон, вы думаете, что у нас зимний. У нас осенний-весенний комбинезончик. Потому что Дашенька, срок родов у нее должен был быть 28 февраля. Вот. И я заказала вот такой вот осенний-весенний комбинезончик. Ну, он ей еще похоже. Она осенью в нем бегать будет. Вот. И она, получается, Даша одета так же, как и я. Не теплее. Я просто сначала думаю, что вы говорите, что я ее сильно одеваю. Вот этот костюмчик, он тоненький. И комбинезончик. Он осенний-весенний, не сильно теплый. Ну, а шапочка такая. Но она тоже не зимняя. Все такое по сезону. И когда с ней гуляю, я постоянно носик ее трогаю, чтобы проверить, не замерзла ли она или наоборот, не жарко ли. Потому что сильно тепло одевать, это тоже плохо. Потому что человек вспотеет, потом его продует, и потом он точно заболеет. Да. Нам надо будет, наверное, знаешь, что на стекла купить. Знаешь, такие на липучках есть. От солнышка. Чтоб Даша не светила в глазки. А у нас сегодня реально погода. Плюс 19, обещают, градусов. Прям тепло будет. А мы когда выписывали, я на руках и дышала. Автолюльки еще не было. Ну, нормально, тут рядышком совсем. Чуть-чуть проехали. Но лучше так не делать. Ищем место парковочное. Вот здесь рождается счастье. Вот на этой, напротив этой надписи мы не сфотографировались. Ну, вообще. Вот здесь рождается счастье. Вот оно. Проверено. Рождается. Ой, она же это так... Походу, поняла, что... Мы были на четвертом этаже. Да, я на третьем этаже здесь была. Сейчас светло окно. Да. Но я и на третьем этаже здесь, вот с этой стороны была. Ну да, здесь тоже. Послеродово. Спасибо этому месту за такое счастье. Да, теперь мы здесь будем не просто так проезжать. Теперь мы будем вспоминать. Особенно ночью. Это утро раннее. Птички пели. Мы приехали, темно было. А птички пели. Это было 27 января. И птицы пели по-весеннему, по-весеннему прям. В этом парке. Да. О! Лянь, вот машину. Или здесь нельзя ставить? Ну, здесь неудобно вылазить вообще. Ага. Потому что, вон, смотри, как тюрьмы. Ну да, я что-то не подумала о том, что сегодня все захотят. Тут много мест было парковочных. Здесь так вот. Да, мы тоже. Все, приехали в парк. Папочка гуляет с дочечкой. Ну, конечно, здесь такие тяжелые. Там сильно крутой спуск. Мы решили здесь спуститься. О, смотри, блин, у меня камера вверх. Прямо я даже, что-то поет. Это. Сойка. Ты нам песенку поешь. У тебя красивая, да? Сделай поближе. А я думала, что это-то, скворцы прилетели. Она как скорец поет, скажи. Угу, похоже. Только тихо. Мы ее одеяльцем просто укрыли. Она в костюмчике. Ну а с собой взяли комбинезон. Вдруг ветер, вдруг стужа. Мамочка волнительная не может. Давай походим. Идем. Идем гуляем. Я чувствую, я сейчас засну. Дашенька спит, и я сейчас засну вместе с ней. Все, ребятушки. Теперь прогулки по этому парку у меня не заканчиваются просто так. Я теперь, когда прохожу мимо перинатального центра, столько воспоминаний. Сначала я лежала на третьем этаже вот здесь. Потом на четвертом этаже вот здесь лежала. Это, получается, пятый, шестой. Я на четвертом была. Но немножко было парка видно. Вот колесо обозрения было видно. Вот наше. Вот наше счастье. Спит. Да. С чего мы там с тобой только не натерпелись. Ой. Носик трогаем, чтобы ей не было... Ну ей хорошо, комфортно. Она просто одеяльцем укрыта. Вот так вот. Леш, ух ты, Лень, смотри, это... Как их... Верба. А, да, верба уже эти пускает. Ой, да, в машине прям хорошо. Все, мы нагулялись. Будем ехать домой. Под шапочкой посмотрела. Дошеньке там все не вспотело нормально. Ей. Лежит ребенок дальше. Нагулялась. Вот так. Моя ты девочка. Так, мы после прогулки заехали в магазин. Первый раз Даша в магазине. Леша заказала вот такие ползуночки, вот чтобы была вот такая резиночка, чтобы на животик не давила. Вот, надо будет еще такие заказать. У нее как бы есть слипики, а для бодиков вот еще, чтобы ножки голые не были. И вот первые погремушки заказали на озоне. Вот такая вот олененок плюшевый. Вот такая погремушка. Ей еще рано, но она уже следит за всем. И в общем, ну чтобы быть наготове. Вот эти вот штучки можно грызть, когда зубки будут резаться. Леша ходит. Папа с доченькой ходит. А я только что покормила, сейчас пойду работать. О, Микушка. В печали. У нас животные все в печали. Раньше к ним было все внимание. А теперь мы ребеночка завели. Папа с дотей. Теперь у Дашеньки будет мобиль на кроватке. Сейчас собираю его с совушками. Вот такой вот. И специально выбирала, чтобы был не на батарейках. На батарейках такое дурацкое звучание. Мне нравится вот это, когда механически накручиваешь. И музыка. Да, заводной. И музыка такая приятная. И хотела, чтобы были, ну, мягкие игрушки. Вот. Ну, за бортик, чтобы не цеплялась. Она же спать захотелась. А, кстати, ползуночки. Уже постирала, одела. Очень классная резиночка. Я еще таких заказала ползуночков. Ой. Только ножку поджала сейчас. Носочками надо фиксировать. Ой, как интересно. Будь здорова. Ходила в фикс прайс. Купила там за 250 или 300 рублей. Точно не помню. Вот такую сумочку. Потому что у нас коляска без сумочки была. И вот такую вот сумочку. Я купила. Вот так вот вешаю. Получается. Вот так. И вот так закручиваю. Как раз сюда салфетки. Все необходимое можно будет положить. Еще хочу держать для этого. Подстаканник, короче. Взять. Вот. Я считаю, нормальная альтернатива сумочке. Там, конечно, сумочка в наборе должна быть побольше. Ну, мне, в принципе, этой будет достаточно. И вот. Пока Леша меняет подгузник, Дашеньки. Я варю компотик с сухофруктов. Сейчас это очень полезно. И вместо чаев всяких. Прям хочется компотика. Сейчас, пока Дашенька спит, решила записать видео. Очень сильно переживаю за родителей. Постоянно читаю, как у них что. И там очень ситуация напряженная. Чтобы мозг отключился, нужно физически что-то делать. И я сейчас, пока Дашенька спит, я сейчас столько дел могу переделать. Я просто суперактивная. У нас в 2014 году, когда все началось, я тоже постоянно... Я столько фотографий могла за день сделать. У меня фотографы были в шоке. При том, что я даже предоплату не брала. Потому что, думаю, мало ли прилетит снаряд. Я человеку не смогу отдать заказ. Он мне предоплату пришлет. Вот такие мысли были. Дашенька только заснула. Я полы во всем доме вымыла. Все поубирала. Есть наготовила. Она проснулась. Я ее покормила. Мы пошли с ней на улицу гулять. И я думаю, что я с ней на улице с коляской гуляю. Когда я могу сейчас коляску поставить во дворе. И наводить, начать порядки во дворе. У меня там очень много чего не было сделано с осени. Двор требует ухода. Все равно. А я беременная. И вообще там ничего не делала. Я просто забила уже. И пока она спала, я малину пересадила. Смородину пересадила. Убрала перец, который еще не убрала. Потом убрала там растения, которые не убрала. Пионы. Ну вот эти все сухие. Сухостои. Вымила. Мусор поубирала. В общем, короче, как электровеник. И вот эти дни у меня сейчас я постоянно что-то делаю. Постоянно я ночью просыпаюсь, кормлю ночью. И заканчивается. Дашенька положила спать. Нет, чтобы ложиться спать. Я читаю эти новости. Мне нужно как-то отвлекаться. Плиту стою ночью, драю. В общем, мне вот помогает физический труд отвлекаться от этих всех новостей. Я просто с этой физической активностью своей, которой я отвлекаюсь, я не знаю, у меня болит шов по-страшному. И просто физический труд. Я стала поднимать тяжести. Я стала копать. Ну вот копать малину, чтобы выкопать малину. Чтобы ее посадить, нужно копать. И я в этом во всем хаосе забыла о том, что у меня шов. И у меня вот эти последние два дня очень сильно болит шов. Как будто вот только после операции. Прям очень сильно болит. Благодаря тому, что у меня сейчас появилась Дашенька. Вот мама тоже говорит. Не знаю, как себя отвлечь. Она вяжет. Она вяжет костюмчики для Даши. Ее это отвлекает. Я подумала, я буду выкладывать видео, чтобы хоть как-то отвлекать, может быть, кого-то из вас. От плохих мыслей. Потому что ситуация очень напряженная. Но хочется как-то отвлекаться. Благодаря тому, что у меня появилась Дашенька. Я сейчас полностью всецело занята ей. Я смотрю ролики о развитии маленьких деток. И меня это отвлекает. И я подумала, наверное, я буду тоже выкладывать ролики о нашей повседневной жизни. Не затрагивая политику. Может быть, кому-то это и поможет отвлечься. И что еще забыла добавить. Получается, с этой всей физической активностью, благодаря которой я сейчас отвлекаюсь, я еще допустила огромную ошибку в режиме дня Дашеньки. Сейчас расскажу, в чем это выражается. В общем, особенно после прогулки Дашенька супер хорошо спит. И я нет, чтобы ее разбудить. Я радуюсь тому, что она так долго спит, что я могу еще много чего успеть. Дел очень много сделать дома или на улице. Смотрю, она спит, значит, я могу еще что-то сделать. Смотрю, спит. О, я могу еще что-то сделать. Я только спустя какое-то время сижу и думаю, вот я дурочка. Ведь я должна ее днем будить, а ночью, наоборот, давать ей выспаться. А я, наоборот, днем спит, значит, я побольше сделаю, а ночью я не сплю по ночам. В общем, мозги не соображают совершенно. А сегодня у моего папы день рождения, 26 февраля. А через два дня я должна была родить Дашеньку, 28 февраля. А завтра, я надеюсь, сегодня я это видео смонтировала, Дашеньке ровно один месяц, 27 февраля. Ладно, ребятушки, я вас всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok